Доброе утро, дорогие друзья. Недельная глава Турма. Понедельник. Несколько слов о недельной главе. Мы начнем о вопросе о несовершенстве этого мира. Любая логика понимает, что без зла добро тоже было бы невозможно. В этом мире добро и зло перемешаны. Не бывает чистого зла сказано и чистого добра. Обязательно где-то есть примесь одного с другим. Но это и понятно. В мире, где нет соблазнов, человек никогда не сможет достичь святости. В мире, где благодаря совершенству жизни, например, война не могла бы случиться, мир это не столь важная вещь. Этот будущий такой мир будет. А сейчас пока это все важно, потому что все перемешано. Поэтому мы до конца никогда не понимаем, где зло, где добро. И оно все перемешано, еще раз повторяю. Каждый из нас, если только поразмыслит о событиях своей собственной жизни, о прошлом, вспомнит разные происшествия, которые в свое время казались плохими и страшными, выглядели несчастье и трагедии. А в итоге выяснялось, что они были шагами на пути, который вел нас к добру. Знаете такое? Обязательно было. Есть такая короткая притча. В заброшенной деревеньке жил старый крестьянин. У него был сын юноша, еще лошадь. Жизнь крестьянина отекла мирно. Пока в один прекрасный день лошадь не исчезла и стойла. Пропала. Пришли к нему жители деревни с соболезнованием в связи с потерей лошади. Сказали, понимаем, как было это единственное от ее достояние, тебе тяжело. А крестьянин говорит, откуда вам знать, дурное это событие или доброе. На следующий день лошадь вернулась. А с ней прискакало целое стадо красивых диких лошадей, которых она привлекла. Крестьянин обрадовался. Пришли жители деревни к нему. Сказали, какая красота. Продай лошадей, разбогатей. Ты получил подарок с неба. Крестьянин говорит, откуда вам знать, подарок это или зло. Спустя несколько дней, когда крестьянин, сын его пытался дрессировать одной из лошадей, она ударила его копытом. Сын упал, сломал ногу и получил колоссальную травму на всю жизнь. Пришли жители и сказали, увы, какой юноша, как печально. Крестьянин говорит, откуда вам знать, печально это или радостно. Через несколько дней началась война. Всю деревенскую молодежь забрали в армию. Война была тяжелой, почти все были убиты. Но сына крестьянина не взяли, потому что у него была сломана нога. Это можно рассказывать бесконечно. Испытания приходят к нам каждый день. Иногда мы сразу распознаем происки злого начала и стараемся бороться с ним. Но в некоторых испытаниях нам трудно устоять. Иногда мы ощущаем, что не в силах вынести трудности. Но не понимаем, что это наше личное испытание, сшитое специально для нас. Потому что ни у кого не бывает испытаний, сшитых не для него. Мы люди, мы видим лишь короткое расстояние такое. Мы видим лишь тот момент часа или испытания. И не всегда нам удается понять, почему к нам это пришло. И что из этого вытекает. Или как я сумею справиться. Но Творец мира видит. Он видит вечность. Он точно знает, что человеку нужно для исправления и продвижения. Иногда, как у врача, который лечит. Иногда, к сожалению, нужны действия, которые не всегда вызывают у нас положительные эмоции. Чтобы нам помочь, чтобы нас вернуть. Поэтому испытания точно соответствуют той силе, которая имеется у данного человека в данный момент. Если человек выдерживает испытания, это поднимает, укрепляет его. Даже если ему кажется, что испытание было послано во зло. Или что оно не способен с ним справиться. Это не так. Это абсолютно не так. Давайте еще скажем, как сказано в этой недельной главе. Возьмите мне приглашение, говорит Всевышний. Комментаторы отмечают, что орфографически было бы правильнее сказать, не возьмите. А что дайте мне приношение. Дело в том, что фактически все имеющееся в мире принадлежит хозяину мира, творцу. Обращение возьмите мне учит, что тот, кто дает, помогает другому, на самом деле приобретает. Всевышний никогда не останется должником. Это невозможно. Он всегда возвращается полна и даже более. Получается как бы замкнутый, но хороший круг. Больше даешь людям добра, больше внимания, больше помощи. Всевышний тебе обязательно вернет несравненно большие пропорции. Подобное, можно сказать, я в взаимоотношениях между близкими людьми. Между мужем и женой, в семье. Как говорится в песне, другу ты отдай с уме и все, тепло души своей. Все отдал, богаче стал. Что сберег, то потерял. Отдавая другому тепло, преданность, какое-то там свое время, сердце, душу, взамен получаешь намного больше. Вот как известно, связь между еврейским народом, например, и Богом приравнился к взаимоотношениям между женихом и невестой. Почему? Именно потому, что обучить нас. Не надо там уходить в какие-то высокие дали. Все здесь, все на земле. Однажды к Аврааму из Стратина пришел к нему один странник и говорит, ты знаешь, говорят, что ты даешь удивительные лекарства, исселяешь людей. Дай мне лекарство, которое поможет бояться Бога. Для страха перед Богом, он говорит, Авраам сказал, у меня нет лекарства. Но могу тебе дать лекарство, которое поможет любить Бога. О, говорит, это тоже шикарно. Это лекарство, сказал праведник, это любовь к людям. Многие ищут путь к Богу через отшельничество, медитацию, какие-то уходы от мира. Однако вот Авраам из Стратина говорил уникальную вещь. Ищущий Бога должен идти к людям. Ибо лишь любовь к ближнему помогает обрести любовь к Богу. Все остальное придуманное. Именно путь этот ведет к храму. После дарования Торы Всевышний сказал построить мешкан, переносной храм, который сопровождал их все время во время блуждания по Синайской пустыне. Потому что строительство храма не только физическое возведение здания, но и духовный процесс становления. Мудрецы приравнивают семью к храму. И самого человека к храму. Мы строим свой храм, своей семьи, свой собственный. И поэтому это так важно. Брахава, Цлаха, всего самого хорошего. И пожалуйста, не болейте. Продолжение следует...